Вы помните, это особый, особый алгоритм и интересная такая живая история про знаменитую женщину по имени Анна Винтур. Анна Винтур много лет являлась главным редактором журнала ВОГ. ВОГ это типа бурда моден, только в гораздо более широком масштабе. Ну это такой журнал для женщин обо всем, что их интересует, новые там всякие тенденции моды, стиля. И Анна Винтур много лет была главным редактором ВОГ. И когда она узнала, что как бы о ней, но не напрямую о ней, имя было другое, а вот такой же в общем женщине собираются снимать художественный фильм, где она будет выведена в виде монстра, ну вот женщина, для которой работа превыше всего, и которая просто как танк давит всех вокруг, и для нее есть только ее работа. Это фильм «Дьявол носит Прада» 2006 года об ужасных отношениях в редакции журнала, где вот главный редактор, это как бы образ был взят Анны Винтур, ну естественно, имя героини другое, название журнала другое, ну все вроде другое. И когда она узнала, она решила воспрепятствовать съемкам этого фильма Анны Винтур каким образом. И она обзвонила всех модных дизайнеров и сказала, что если вы будете сниматься в фильме как камео, камео это когда человек играет сам себя, реальная личность, или вы дадите им там платье что-то, или вы им как-то, ну съемкам поможете, я вам перекрою кислород в ВОГе, забудьте, вас никогда и у вас в журнале больше не напечатают. То есть она устроила обструкцию, хотя никто и близко не говорил, что это фильм о ней, это как бы домыслы, догадки, мало ли главных директоров на свете, но образ, конечно, был списан с нее. И она обрушилась на вот них всех, и когда о фильму, естественно, надо, ну все это надо, все эти наряды, все это все, в общем она устроила обструкцию, ну как-то они своими силами выкрутились, ну в общем фильм вышел, вот, и главная подоплека в том, что вот эта женщина, главный редактор, при всей своей женственности, миловидности, на самом деле внутри является просто танком, который все на своем пути способен раздавить, ну а суть фабулы в отношениях начальницы и ее секретаря, девушки, которая сначала всячески старалась соответствовать требованиям, а потом поняла, что это все античеловечно, и она пошла ва-банк, секретарь протест устроила и уволилась с такой, мол, хорошей работы. Так вот вопрос, когда все-таки уже фильм вышел, и, ну, Анне Винтеру сказали, ну вот вы так агрессивно отнеслись к этому фильму, всячески блокировали, а многим, наоборот, понравилась героиня, ну, в смысле, которая главный редактор, жесткая волевая женщина, и она говорит, да, может быть, типа, я действительно, ну, как бы, мстила, да, зря, ну, уже это было не вернуть, вот, зря, мол, я так вот восприняла в штыки. Это, помните, примерно как сюжет фильма «Весна», где хотели снять плохое о директоре института, и она сама же в итоге в своей роли снялась. Ну, это где Любовь Орлова и Раневская. Так вот, коллеги, вопрос о месте, это вопрос к весам и Скорпиону. Еще раз, вы помните, мы смотрим на сожженный путь, и планеты на сожженном пути толкают человека совершать подобные поступки. Она даже потом высказывала, что да, жаль, что так получилось, я бы очень им помогла, ну, съемки бы подняла на неубогие вот эти наряды, я бы, ну, поспособствовала, и фильм получился бы намного эффектнее, но уже было поздно. Да, значит, а? В фильме об этом говоришь? Да, фильм произвел очень сильное впечатление, и, конечно, не про моду, а про образ женщины эпохи Водолея, которая способна перекусывать железные прутья, а не каких-то там мужчин, которая, ну, эрида настоящая. Интересно, что ведь журналистка, журнал, это же и есть профессия эриды, и в фильме сказано, что у этой вот главной редакторши, ну, совсем не складываются отношения с мужчинами. Ну, естественно, она была несколько раз замужем, но экошные девочки у нее, двойняшки-экошницы, это из фильма. Но ни один муж долго выдержать рядом не может, потому что она человек-машина. Она вся вот в этой работе, в этом журнале, и для нее ничего другого не существует. Она целиком погружена только в свою работу. В общем, видимо, в эпоху Водолея женщины такими и будут, поскольку в эпоху рыб, женский знак, была эпоха, женщины были второсортными существами, то в эпоху Водолея второсортными становятся мужчины, а женщины компенсируют это все только вопрос, а кто же будет дарить любовь и тепло и заботу, если бизнес-вумен такая, от которой все плачут и стонут. Между прочим, это Анна Винтур в реальности настолько влиятельная особа, что когда, по-моему, кто-то там, не помню кто, Барак Обама, что ли, стал президентом Америки, но это еще давно было, он хотел ее отправить работать послом США в Великобритании, ну, ВОГ это американский журнал, послом США в Великобритании, потому что она перекусывает железные провода. Настолько она жесткая, требовательная, бескомпромиссная, и что все ее боятся одного ее взгляда. Но с послом что-то там, видно, не договорились, не знаю уж как, может по деньгам, может еще как-то, но не поехала она послом, но сам факт, что ее хотели сделать, это же другая профессия быть дипломатическим работником, потому что она женщина-зверь, несмотря на всю вот эту вот очень гламурную внешность, поэтому внешность весьма обманчива, мы как астрологи это с вами знаем. И чем человек кажется миловиднее и привлекательнее, тем больше зверя может скрываться за этим привлекательным фасадом, и наоборот, не каждый, кто кажется зверем внешне, им на самом деле является, да. Поэтому, как психологи, мы с вами это очень хорошо должны понимать. А теперь давайте посмотрим, что толкнуло Анну Винтер вредить съемкам прекрасного фильма, прекрасного фильма, вставить палки в колеса, угрожать участникам, ну а что ей станется? Она конкретно сказала, только попробуйте, забудьте об этом журнале тогда раз и навсегда. Если будете в этом всем участвовать, то есть она прямо обложила со всех сторон. Итак, давайте глянем в ее космограмму, нам же для этого нужна только космограмма. Нам, конечно, дома тоже интересно посмотреть, там какие планеты участвуют на сожженном пути, но хотя бы сейчас сам пакт, смотри, вам видно или нет? Итак, сожженный путь начинается 15 весов, потом резко усиливается 19 весов до 3 скорпиона, и от 3 скорпиона до 15 затухания у нее на пике горения Меркурий и в затухании Солнце, то есть у нее на сожженном пути две планеты, включая светило. Поэтому это очень мстительная особа, и с таким человеком действительно опасно иметь дело, а Меркурий как раз нам показал методы, которые она использовалась. Да, и вы правы, конечно, и Нептун тоже на сожженном пути, 16 весов, безусловно, не две, я неправильно сказал, три планеты, конечно, чем больше планет от 15 весов до 15 скорпиона, тем мстительнее этот человек и опаснее. А Меркурий на пике горения, это то, что вот она не просто там, ну вот сказала там, я отомщу, а звонила и писала с угрозами всем, кто создавал «Дьявол носит прада». Это интересный пример, мстительных людей на свете много, и главное, ведь смотрите, она мстила, ведь фильма еще не было, он мог и вообще не состояться, мало ли там кто-то заболел, кого-то в тюрьму посадили, так бывает, еще не было фильма, был только сценарий, а она, где вроде героиня, похожа на нее, а она уже начала наезжать и уже начала мстить, потому что у нее сожженный путь очень активен, где вот Нептун, Меркурий и Солнце, Меркурий на пике сожженного пути.